Югорчане проедут на раритетных поведах 10 тысяч километров. Сегодня в Ханты-Мансийске дали старт медиа-экспедиции «Победа в наших сердцах». Участники автопробега, волонтеры и общественники возложили цветы к вечному огню, а после автоколонна отправилась в путь. Первой остановкой станет Тобольск. Здесь активисты проедут по центральным улицам города и посетят Кремль. За 25 дней участники автопробега побывают в 20 населенных пунктах России и Беларуси. Посетят солдатские захоронения и братские могилы, а также встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. В завершение экспедиции колонна отправится в деревню Почтовая Глинка, где находится единственный в мире музей вдов Великой Отечественной войны. Мы приурочили, посвящаем нашу медиа-экспедицию, наш пробег, в первую очередь, роли вдовы, роли женщины в послевоенное время. Машины будут варьироваться от трех до восьми автомобилей по территории России. В Екатеринбурге добавится, в Тюмени, в Казань приедет наш друг с Мурманска, экипаж Мурманс. Подключится экипаж Сталинград с Волгоградской области, потом с Ленинградской области экипаж Ленинград. В общем, по всей территории России у нас есть наши друзья, ретро-друзья, мы так называем, которые будут присоединяться. Напомню, впервые ретро-пробег стартовал в Югре в 2012 году. За это время участники посетили больше 30 стран. Акция стала всероссийской. Кроме того, фильм, который участники сняли во время очередной экспедиции, получил ТЭПИ. В этом году ретро-пробег впервые отправятся медиаволонтеры. Это победители конкурса Фонда гражданских и социальных инициатив Югры. Участники проекта «Север для победы». Мы должны будем это освещать в соцсетях, в своих, также и в группе «Победа в наших сердцах». Видео, фото и статьи. Скорее всего, через публикацию, вот именно через популяризацию истории, захватить молодежь и сказать, что история вот, и без нее будущего нет. Проекты креативной молодежи поддержали на федеральном и региональном уровне. Накануне в Ханты-Мансийске подвели итоги первого потока форума «Утро». Организаторы вручили грантовую поддержку от Росмолодежи, а также от форума «Утро», которая появилась благодаря правительству Югры. Макеевчанка Валентина Лыкова предложила создать комьюнити-центр и выиграла 477 тысяч рублей. По задумке автора, центр будет представлять собой комфортную среду для неформального общения и внеучебной деятельности студентов, обмена идеями и совместных креативных разработок. Отличились и югорчане. Маргарита Паршакова из Урая получила 250 тысяч рублей от Росмолодежи на реализацию проекта развития молодежи «Урал». Она предлагает собрать креативную молодежь в одну большую команду и направить все силы на решение актуальных проблем. Всего организаторы отметили 13 проектов из Росмолодежи и 6 проектов форума «Утро». Общая сумма грантов почти 6 миллионов рублей. Я участвовала в грантовом конкурсе не первый раз, но выиграла. Наконец-то первый раз. Очень рада этому. Огромное спасибо экспертам, которые в течение нескольких дней нас консультировали. То есть действительно их консультации были очень полезны и благодаря этому, наверное, вот можно было круто защититься. То есть они очень классно дали дельные советы. И вот теперь я могу реализовать свой проект на территории своего любимого родного города. Вторая жизнь для территории первых. Знаковое для окружной столицы место ждет реновация. До 2010 года ныне закрытый развлекательный комплекс пользовался огромной популярностью у югорчан. Здесь работал ночной клуб, ресторан, боулинг, была гостиница. Затем предприятие закрылось. Здание вот уже 12 лет выставлено на продажу. Как именно преобразить территорию первых обсуждали участники форума «Утро». Прямо на бывшем танцполе вместе с экспертами они посмотрели возможные пути реновации комплекса. Но цель такая. Это как сделать так, чтобы и для города, и для региона здесь появилось место жизни, которое бы нравилось жителям, и чтобы можно было здесь провести время. Гипотезы самые разные. Вы сами это видели. Их более 20. Начиная от того, что давайте здесь вообще все переделаем, все снесем, вообще здесь делаем техно-рейвы. Заканчивая, давайте мы переделаем здесь, зашьем, будем делать ярмарки. Или давайте, начиная от каворкинга, заканчивая место для реализации молодежных проектов. Что-то из этого наверняка имеет место на жизнь. Но должны решать сами ханты-мансийцы, сами молодые команды, которые здесь есть. В игру для ликвидации природных пожаров прибыл борт БЕ-200ЧС. Это многоцелевой самолет-амфибия, который способен набирать до 12 тонн воды как на аэродроме, так и непосредственно из водоема. Отмечу, что воздушное судно отправят в Октябрьский и Березовский районы. Именно в этих муниципалитетах сложилась наиболее сложная лесопожарная обстановка. Добавлю, что сейчас в округе от огневых стихий борются больше тысячи человек, а также 40 единиц специальной наземной техники и 23 единицы воздушной. В Радужном продолжают ремонтировать объездную. Специалисты приводят в порядок участок длиной более 12 километров. Сейчас уже завершили укладку выравнивающего слоя. В скором времени положат верхний слой дорожного полотна, укреплят обочины, поменяют металлические ограждения и нанесут дорожную разметку. Весь комплекс работ завершится до конца октября 2023 года. Отмечу, по этой дороге жители Нижневартовского района едут к дачным товариществам, промышленным предприятиям и в аэропорт. Еще два аварийных жилых дома расселят в Пытьяхе к ноябрю 2022 года. Такое обещание дал глава города Александр Морозов во время прямого эфира губернатора Югры Натальи Комаровой с жителями муниципалитета. К осени в городе полностью расселят два дома в микрорайоне Мамонтово. По словам Александра Морозова, часть семей уже въехали в новое жилье. Остальным предлагают варианты. Кроме того, к следующему году мэрия Пытьяха должна расселить еще один аварийный дом в микрорайоне Кедровый. Константируем невыполнение поручения губернатора АА и в установленном порядке в течение недели максимум внесите все необходимые предложения, решения, Григорий Сергеевич, к аппарату губернатора обращаясь, в соответствии с которым этот факт будет зафиксирован и, следовательно, новое решение принято. В Покачах появится модельная библиотека и городское учреждение. Меняется благодаря специальному гранту. Помещение становится современным арт-пространством с каворкингами конференц-залом. Есть даже детская комната. Перемены смог оценить депутат Государственной Думы Вадим Шувалов во время рабочей поездки в Покачи. Основной ремонт здесь уже завершили. Осталось купить мебель и расставить ее. Открыть библиотеку планируют уже через месяц, в день города. Добавлю всего, в Югре модельными станут пять библиотек. У нас будут встроены здесь по окнам эти стеллажи, под дерево вот такие же. У нас будут обрамления оконные тоже под дерево. У нас будет там сверху подсветка. И будут выходить столешницы деревянные. То есть там можно полежать, посидеть. Ну, то есть такие зоны комфортные для чтения книг, также для работы. В Югре начался сезон морожки. Это первая летняя ягода. Для предпринимателей, которые занимаются переработкой дикоросов, именно с царской ягоды начинается горячая пора. Добавлю, это практически полностью ручной труд. В Нижневартовском районе бизнесменам активно помогают жители. Они собирают ягоды и сдают их. Дальше на заводе сотрудники тщательно перерабатывают лесной урожай. Листочки не идут в мусор. Их сушат, ферментируют и потом используют для заваривания чая. А сама ягода, морожка, идет в цех заморозки или на производство варенья. Из-за того, что сбор идет, она не вся полностью спелая. Мы выдерживаем несколько дней в холодильнике, чтобы она раскрылась. Не потому что снимали. Легче очищать ее. И она доходит до спелости. Уже в состоянии покоя. Работать надо быстро и скоро. А ягода немножко каприсная девушка. С ней не получается. Ее надо тщательно. И попадаются вот такие штучки. Приходится их пинтить, с этим убирать. С ягодой быстрее не получается. Мы стараемся все равно. Хвойный забег ждет любителей активного отдыха. Он пройдет в это воскресенье в археопарке Ханты-Мансийска. Организаторы приглашают бегунов преодолеть две дистанции. Полтора и пять километров. На сегодняшний день уже заявилось около сотни человек из Югорска, Щучинска, Нижневартовска, Нефтьюганска, Тюмени, Покачей и Ханты-Мансийска. Кроме того, попробовать свои силы на дистанции выйдут и участники форума «Утро». Но точное количество их будет известно позже, так как сегодня на форуме пройдет пересменка и в столицу Югры приедут новые участники «Утро». Каждый участник забега получит медаль финишера. Напомним, что выдача стартовых номеров для тех, кто проживает в окружной столице, пройдет 6 августа, сегодня. Иногородние бегуны номера получат в день старта. Забег начнется в 17.30. Футболисты «Газпром Югры» готовятся к новому сезону. Сейчас подопечные Владимира Колесникова находятся на базе в подмосковных Люберцах. Там игроки прошли углубленное медицинское обследование и уже приступили к тренировкам. Команду в этом межсезонье пополнили несколько новых игроков. Один из них – Иван Крылов, воспитанник Дины. В прошлом сезоне он выступал в высшей лиге, где в 22 матчах регулярного первенства забил 14 голов и 5 в рамках плей-офф. Отмечу, сезон для команды из Югорска начнется матчем за Суперкубок. Чемпион страны «Газпром Югра» встретится с обладателем Кубка России «Синары» из Екатеринбурга. Матч пройдет в Югорске, а на трибунах смогут уместиться до 3000 зрителей. Югорчанка Виктория Качанова выиграла бронзу первенства «Урфо» под «Зюдо». Турнир проходил в Тюмени. За медали здесь боролись почти 400 спортсменов. Это юноши и девушки до 18 лет из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также Югры и Ямала. В весовой категории до 63 килограммов Виктория Качанова обошла 10 соперниц и выиграла бронзу. Теперь Югорчанка примет участие в первенстве России. Этой осенью соревнования пройдут в Саранске. Первенство Уральского федерального округа, он сам по себе очень сильный турнир. Это отборная Россия, это к этим соревнованиям готовится весь Уральский федеральный округ. То есть туда приезжают самые сильные. Появилась мотивация тренироваться больше, тренироваться. И стремиться к чему-то большему. К России продержаться там две встречи как минимум. Продолжение следует...